Традиция, к которой прибегали даже в военном Сталинграде, воздушный крестный ход в этот эпидемиологически сложный период состоялся над Волгоградом и районами области. По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, священнослужители пронесли над землей особо почитаемые волгоградцами иконы. В необычный полет отправилась и съемочная группа вестей. «Скорое и безбедное по воздуху провождение им устрояя, и благополучное во свои оси возвращение милости в Нодаруя, все щедри Господи услыши и помилуй». Такие слова нечасто услышишь на службе в храме. На поле перед самолетом молятся не только о здоровье для всех, но и чтобы полет прошел благополучно. Воздушный и антивирусный крестный ход по благословению митрополита Феодора проводят священники Волгоградской области. Крестный ход для избавления народа от чрезвычайной ситуации, бедствий, болезней, войн – это очень древняя традиция православной церкви. Когда обход невозможен, совершают облет, то есть святыни провозят на самолете. Таким способом пользовались и во время Великой Отечественной войны, в том числе и в Сталинграде. В наше время, как и в годы Великой Отечественной, для избавления от бед чаще всего обращаются к образу Богородицы. Набор для освящения Волгоградской земли берут сразу три. Особо почитаемые у нас иконы Божьей Матери – Казанскую, Урюпинскую и Калачевскую. А еще образ Александра Невского – покровителя города. Конечно, мы сейчас все находимся в новой совсем ситуации. И уже если ранее мы совершали, просили о здравии, облетали города или обижали, или проходили пешком, просили защиты, хотя никакой опасности не было. Сейчас совсем другое. Сейчас люди чувствуют, что обязательно нужно то, что их что-то поддержит. Все это, как говорится, обязательно закончится с Божьей помощью. И обязательно эта инфекция, она, конечно, победится обязательно. Мы на это уповаем, мы в это верим. Окропить самолет святой водой перед полетом обязательно, говорят священники. Это на начало доброго дела. Что сейчас совершается именно дело хорошее, чувствует и летчик Василий Дружинин. Ходить по воздуху со святынями ему уже однажды приходилось в 1994-м. Разговор с одним из священников помнит дословно. Была такая погода, вот примерно как сегодня, только без ветра. И были такие белые тучки, и они были как шапочки такие. И вот я вокруг этих тучек летаю и показываю ему. И вот он мне говорит, Василий, ну разве может быть такая благодать без Бога? Ну конечно же, Бог есть. А действительно было красиво. По-другому и быть не может. Уверен, сейчас каждый самолет поднимается в воздух. В салоне кажется молитвам, будто подпевают ветер и мотор. А вот друг к другу священникам приходится тщательно прислушиваться. Святые образа самолет проносит на расстояние больше ста километров. Над набережным, Маевым курганом, вдоль всего Волгограда и Волжского. Воздушный крестный ход длится чуть больше часа. Но тем, кто вновь оказался на земле, кажется, прошло гораздо больше времени. Вылетели туда великим постом. Вернулись уже в Пасху. Так вот, как можно сказать, время там по-другому идет. Когда летишь между небом и землей, то люди уже молятся по-другому. Шумновато, конечно. Мы прислушивались к ладыке Елисею, какой он тон подавал. Но потом привыкли. От всех этих наушников антишумных отказались. Потом так уже, как говорится, спелись. Сейчас во время режима самоизоляции волгоградские священники говорят, молиться можно и дома. И лучше не только за себя и самых близких, но и за всех, кто сейчас борется с вирусом или старается не заболеть. Ведь преодолеть любое препятствие можно только когда все вместе. Оливтина Евтушенко, Сергей Моценко. Вести. Волгоград и Среднеохтубинского района.